Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем разбирать значения больших арканам. И первым большим арканам у нас идёт глупец, дурак, шут или сумасшедший. Так давайте же немножечко поговорим о его сумасшествии. Почему его называют сумасшедшим? И все значения я хочу сразу же разделить на такие две большие категории. Итак, это действие и состояние. В действии у нас тоже есть какие-то подгруппы небольшие, и во второй большой группе тоже будут подгруппы. Итак, смотрим. Первая большая группа – действие. Вот мы видим в раскладе, выходит карта 0. И мы говорим, что-то должно родиться, что-то зарождается. Какая-то идея или что-то ещё. Ну, у нас же действие. Поэтому само рождение и является действием. Итак, что это? Это какое-то семя, в котором сконцентрирована вся Вселенная. Но мы ещё не знаем, прорастёт ли это семя, не прорастёт. Ведь оно будет находиться под воздействием каких-то посторонних воздействий. То есть это может быть водички не хватает, может быть солнышко, может быть будет ветер или температура сильно упадёт. В общем, семечко может прорасти, а может и не прорасти. Это может быть большое раскидистое дерево плодоносящее, а может быть карликовое дерево, а может быть вообще ничего. Именно в нуле, 0 – это число Вселенной, это Вселенная, это концентрация всех возможностей. Там заключено всё, что может случиться, а может и не случиться. Это чистый потенциал. Итак, мы смотрим, когда мы видим эту карту, мы не можем её просто не замечать. Мы должны на неё обратить внимание пристально, потому что это значит, что что-то новое обязательно должно прийти, что-то зарождается, что-то должно родиться. Вот-вот, вот-вот родится, оно уже здесь. Это 0 – это концентрация всех возможных вариантов. Оно там. И подумайте, что когда есть вот эта концентрация энергетическая, да, вот возьмём так, ведь и его можно направить куда угодно. То есть неизвестно, просто энергия в чистом виде. Теперь давайте посмотрим вторую подгруппу. Это начало. То есть начало чего-то. Когда дурак уже или глупец, он уже поднял ногу, чтобы идти в каком-то направлении. То есть уже созрело какое-то намерение, но ещё он не сделал этот шаг. То есть намерение определило только направление, куда он собрался идти. И это мы увидим, конечно же, из окружающих карт, понятно. И что здесь важно? А надо ли ему идти туда? Ведь мы помним, что семени были очень много вариантов, да? Очень много. Там вся вселенная в нём, но он по какой-то причине выбирает именно это направление. И уже об этом можно разговаривать. И посмотреть, надо ли ему идти туда, когда у него появляется вот это намерение, либо не надо. И третья группа – это не зарождение, не рождение, а перерождение. Вот представьте себе ситуацию, когда всё было разрушено. И мы говорим, этот человек должен начать всё с нуля. Это не что-то новое. Это он уже всё проходил, но должен опять начать всё с нуля. Как же ему должно быть тяжело? Но у него же есть богатство. Он уже этот путь проходил, а это значит, что ему уже всё известно. И он уже шишки себе на лбу набил. Ему уже не нужно всё это объяснять. Но он, как говорится, же дурак. Он же глупый. Он наивный. Он не понимает. И поэтому есть риск, что он опять набьёт себе эти шишки. И поэтому призвать его. Ты же научился, да? Не будь идиотом. Учись на своих ошибках. Он может научиться на них, а может и не научиться. И вот переходим теперь ко второму такому подразделению значений. Это внутренние какие-то характеристики человека, что он чувствует, его состояние, его характер, да? И первое – это отношение человека к миру. Он доверяет миру. Он же абсолютно наивный. Ему говорят, ты что, с ума сошёл? Ты что, не видишь? Нет, он не видит. Он не видит. Вот. Он наивен. Он смотрит куда-то, но не туда. Он не видит. И первое его сумасшествие заключается в его наивности. Вот. И вторая такая вот категория может быть, что его чистота, его наивность обозначает также и связь с его интуицией, с чем-то подсознательным, интуитивным. Ну, вот говорят же так в народе, да? Дуракам везёт. Вот это о том. Ну, помните, вот там собачка на карте нарисована, которая ему говорит, ой, не ходи туда, вот там уже пропасть, не упади. Да, он может рисковать, этот глупец. Может. Но только при одном значении, при одном условии, если у него есть уже установленная связь со своим внутренним голосом. когда он говорит, да, 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 я вот уже знаю, где там соломку подстелить, я могу рисковать осознанной. Вот. Теперь смотрим третью такую вот часть этого второго подразделения значений. Это какое-то новое восприятие мира, обновлённое восприятие мира. Дурак вдруг, глупец, начинает иначе воспринимать всё по-иному. Понимаете, это переход на новый уровень. У него появляется новое восприятие себя, мира, поступков, так далее, философии. Но и собственного мира ощущения. Глупость его вот, она может привести, конечно же, к каким-то разрушительным действиям. Этого никуда не денешься, да. То есть его глупость может разрушать все его пасочки. Вот он там настроил себе пасочки, и сам же их и разрушил. Потому что его наивность, она же его подталкивает спонтанности. Он абсолютно спонтанно. Он может не иметь информации и опыта для того, чтобы вот опираясь на это, контролировать свои действия. Он действует так, инстинктивно. Понимаете, инстинктивно. Вот, наверное, ещё добавлю и вот это. Вот такая вот как бы подгруппа, которую, можно сказать, это его позиционирование в мире. Вы знаете, вот он всегда будет выделяться из толпы. Всегда. Потому что он спонтанен, его поступки невозможно объяснить. Вот он как себя преподносит? Он абсолютно неординарен. То есть нельзя объяснить его поступки, но не только. У него ещё и каков он сам по себе. У него же в голове ещё не заложена система каких-то социальных норм, установок, стереотипов, как нужно вести себя, как нужно одеваться, например, как правильно выражать свои мысли, вообще выражаться, как правильно говорить, как правильно и красиво подать себя. Да он этого не знает, он этого не умеет. Он такой, каким ему хочется быть в этот самый момент. Он такой. Он абсолютная природа себя. И он не задумывается о последствиях. Когда мы вот рассматриваем взрослого человека, такого мы говорим, он ведёт себя как ребёнок. Как ребёнок. Он не хочет взрослеть, да? Не хочет взрослеть. Это его инфантилизм определяет всю его жизнь. Он невежественен. Он невежественен. Он капризен. И потому он не умеет жить. Но он умеет радоваться этой самой жизни. Он же в постоянном восторге. Он счастлив. Он хочет познать всё новое. И он находится в постоянном нам поиске. Он на всё реагирует спонтанно. Он нетрадиционен. И все поступки его нельзя объяснить. Нетрадиционные поступки. Если это поездка, какая-то поездка странная, и самое главное, неожиданная. Даже если мы говорим о поездках, это будет неожиданная поездка. Он решит это всё спонтанно. Это будет, например, начало какого-то даже духовного пути. спонтанное. Это может быть также и путешествие. Спонтанное путешествие, неординарное путешествие. Это всё будет не просто неординарное, это будет экстравагантно и нетрадиционно. И, кстати, вот нетрадиционность глупца, она же распространяется на всю его жизнь. А поэтому можно говорить и нетрадиционности в сексуальных отношениях. А значит, когда мы видим эту карту в нашем раскладе, мы можем также говорить о нетрадиционной ориентации вопрошающего или какой-то персонажной карты, то есть фигурной карты. Это могут быть какие-то взаимоотношения с человеком, с нетрадиционной ориентацией. И ещё добавлю, что можно рассмотреть ещё одно значение этой карты, которое мне очень нравится, и я её ищу. Это значение шута. Шут. Это глупец, умудрённый опытом. Шут надевает на себя маску глупца. Ему так удобно. Он умеет смотреть на мир какими-то другими глазами, нам непонятными глазами. Он смеётся над миром. Он уже всё понял. Он всё понял. Он превращается иногда даже в циника, который зачастую не хочет подчиняться никому, никаким правилам он не хочет подчиняться. Он? Какой он? Вот давайте подведём итог. Так в чём же сумасшествие глупца? Оно всегда будет заключаться в том, что его мнения, его поступки никогда не будут зависеть от чужого мнения, от каких-то стереотипных взглядов на жизнь. Ему незнаком комформизм. Мы смотрим на него и говорим, боже мой, ну какой он необычный. Нет, он свободен. Он свободен, что делает его глупцом в глазах социума. В этом его сумасшествие. В его свободе. Вот это такой вот обзорный, скажем, вариант глупца. И прямые, разницу между прямыми и перевёрнутыми значениями в позиции его в гадании, при гадании его позиция в раскладах и так далее. Мы будем... Это уже тема какого-то другого видео. Я вас благодарю за ваше внимание, за то, что вы меня слушаете. Подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень признательна, потому что я таким образом увижу, что то, что я делаю, это важно. Важно не только для меня, но и для кого-то ещё. Спасибо!